доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро а это значит что сегодня мы с вами будем делать очередной расклад перед тем как мы начнем я прошу поддержать это видео лайком это очень помогает мне в развитии канала также если вы еще не подписались то предлагают и сделать прямо сейчас нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ссылки на все мои социальные сети а также на мои личные контакты есть под любым видео в описании к этому видео спешу сообщить о том что я делаю личные расклады также делаю обряды и мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска за обрядовыми свечами обрядами и личными раскладами обращайтесь пожалуйста ко мне в личку либо напишите в комментариях я увижу ваш комментарий и конечно же вам отвечу также у нас есть закрытый канал на бусти слева сейчас появится qr-код по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок контент те расклады которых нет и не будет здесь на youtube канале потому что youtube их может просто-напросто заблокировать кому недоступна бусти или кто не может зарегистрироваться на пусти пишите пожалуйста мне в личку я зарегистрирую вас на закрытом телеграм канале который имеет те же самые видео что и на пусти и хочу поблагодарить всех наших подписчиков от своего имени от имени своего супруга которые уже на нашем закрытом канале уже подписаны на нас и смотрят нас прошлого года их имена и ники сейчас появится на ваших экранах благодарим вас дорогие подписчики мы делаем этот контент лучше для вас для того чтобы вам было удобнее смотреть все новые современные видео новый контент сам жуткий контент который нельзя публиковать на youtube канале все там все на пусти или на закрытом телеграм канале благодарим вас что вы есть у нас и сегодня с нами карты безумной луны патрика валенца здравствуйте карты поговорим с вами сегодня о династии романовых очень многие просили меня сделать этот расклад и наконец-то мы к нему пришли русский боярский рот носивший фамилию роман вы с конца 16 века прославились интересными фактами и яркими событиями повлиявшими на судьбу российской империи мы с вами поговорим сегодня и зададим картам некоторые вопросы касаемые данной династии а также отдельно поговорим о императоре в свое время прославившемся и носившим имя кровавый за череду одноименных событий произошедших после его вступления на престол первая революция кровавые воскресенья ослабевшая монархия абсолютно невыгодно заключенный брестский мир все это еще многое другое это говорит нам о правлении николая втором мы зададим максимально популярные вопросы и не только о нем конечно же и первый вопрос начнем и пожалуй с марины мнишек некая марина мнишек коронованная как русская царица утверждала что романовы убили ее сына говорят что мнишек именно из-за этого прокляла рот романовых так ли это так утверждают историки но так ли это и действительно ли проклятие сработало если она прокляла этот рот действительно романовы умирали не своей смертью да зачастую их травили что популярно было в то время либо убивали либо от какой-то непонятной болезни ну вот как то так да давайте узнаем действительно ли марина мнишек прокляла рот романовых карты скажите нам пожалуйста правду действительно ли некая марина мнишек она кстати была замужем за лжедмитрием первым и зал же дмитрием втором который потом выдавал себя за лжедмитрия первого первого да интересный был конечно век ничего не скажешь марина мнишек действительно ли прокляла рот романовых и действительно ли данное проклятие сбылось действительно ли марина мнишек прокляла рот романовых и действительно ли данное проклятие сбылось так расскажу вам друзья мои Интересно, что да, действительно Во-первых, скажу вам такую вещь Перед тем, как протрактовать эти карты Скажу вам такую вещь, что в те времена Очень было популярно Пользоваться услугами гадалок Эзотериков И, конечно же, очень нравились Все эти оккультные штуки Людям того времени Как раз тогда только появились Эпоха Ренессанса Как раз-таки появились первые карты Таро В 15 веке, правда, они появились Романы уже в 16 веке Начали править Так вот, здесь Марина Мнишек не отличалась Конечно же от других женщин Любила тоже Всякие эзотерические штуки Обращалась к каким-то гадалкам К каким-то колдунам даже И действительно обратилась к некому магу Который помог ей Навести, скажем так, народ Романовых Проклятие Но Но Маг был какой-то То ли самоучка То ли что-то сделал неправильное По двоечке жезлов Здесь говорится О несостоятельности мага Здесь маг вроде как И был черный Вроде и повелевался Ими четырьмя стихиями Но посмотрите Обратите внимание Какое настороженное И поднатуженное лицо Здесь у мага И по двоечке жезлов Выкорчевывайте сухой земле чеснок Это значит ничего не получается У мага Действительно было наведено Некое проклятие Скажем так Но оно не сработало И здесь это все, конечно Выдумки, байки По поводу того, что Действительно сработало Это проклятие И именно из-за этого проклятия Роман вымирали Своей смертью Но нет Восьмерка кубков Здесь даже в последний момент Марина Мнишак Будучи по умеренности Очень спокойной женщиной Женщиной миролюбивой Не любившей мстить На самом деле Она отказалась В последний момент От услугов этого мага Маг там что-то предпринял Сказал Ну вот у меня не получается Допустим Вот как-то так Ну давайте попробуем еще раз Она нет-нет-нет Ничего больше не нужно В ваших услугах Не нуждаюсь Скажем так Попробовали и будет Умеренность Это карта человека Которого глубоко Задели Задели глубоко Его чувства Обратите внимание На персонажа У него за спиной Каменные крылья Это значит Что он умудрен Каким-то опытом И что люди Ему сделали больно Вообще По умеренности Марина Мнишак Действительно Очень Образованная Очень спокойная Женщина Очень мудрая Женщина Которая не любит Ссор Распри И мести Но из-за того Что убили ее сына Романове Действительно это сделали Она хотела отомстить Карта рыцаря Жезлов Это карта мести Но потом Как я уже сказала В последний момент Отказалась От этих действий Тем более Маг попался Какой-то не очень Необразованный Скажем так Не очень подкованный В колдовстве Что-то пытался Пытался Давайте попробуем Еще раз Но Марина отказалась И по дураку Здесь произошло Обнуление Но обнуление В каком плане Все вернулось На круги своя Скажем так По дураку Ничего не получилось И никакой Никакого проклятия Не было Никакого проклятия Не сбылось Поэтому можно сказать Что это отчасти миф Но то что она пыталась Это правда Это правда Хочу сказать Почему их травили Постоянно Род Романовых И там все травили Всех травили А в это время Все друг на друга Жаловались Все друг друга травили Лишь бы Занять престол Вообще Не внушались Братья и сестры Друг друга травить Поэтому это нормальная Такая практика В те времена Второй вопрос Некоторые историки Конспирологи Утверждают Что Романовы Не были славянами А происходили Из рода Англосаксонов А потому Не имели права На русский престол Правда ли Что Романовы Не являются Славянами Не являлись славянами И не имели права На управление Русским народом Правда ли Правда ли, что рот Романовых Не являлись славянами И потому Не имели права На управление Русским народом Правда ли, что Романовы Ух, перевернулись Романовы Не были славянами Душу дьяволу И все свои ресурсы Сливать Тому человеку Или тому существу С которым ты заключил Темный договор Скажем так Род Романов Вообще Как будто бы Заключили договор С какими-то темными силами Либо были под кем-то Кто-то был выше Романовых И кто-то ими управлял Прямо вот как марионетками Звезда Ходить под счастливой звездой И прятаться Почему прятаться? Потому что на самом деле Не являлись русскими Не являлись славянами И даже некоторые из них Говорили неправильно На русском языке Писали Возможно неправильно На русском языке Кто-то им помогал писать Возможно какие-то письма Действительно Они не являлись славянами И не имели права На управление русским народом Паш Жезлов говорит о том Что маленький такой Паш Маленькая такая шестерочка Ходившая под кем-то Я про Романовых говорю У меня даже свечка замерцала Они не имели права Управлять русским народом И потому прятались За кем-то скажем так Кто выше них Возможно мировое правительство Их поставило На престол Давайте сейчас узнаем Кто их поставил Вообще на престол Кто Романовых Почему Романовы захватили власть Вот так вот Вот так вот давайте спросим Действительно Романовы не знали Отчасти не знали русского языка Возможно учили Как-то русский язык Но их кто-то поставил Каким образом Романовы захватили власть Я говорю сейчас Про всех Романов Не только про Николая Второго Вы понимаете С самого такого Поколения Самой первой ветки Скажем так Таким образом Романовы захватили власть Кто им помог в этом Каким образом Романовы захватили власть Кто им в этом помог Императрица Какая-то женщина Я же говорю Берите выше Верхушка Элита Верхушка элита Которой Романовы Подчинялись Романовы не подчинялись Сами себе Они не были Сейчас секундочку Друзья мои Ну да Ну да Я же говорю Под звездой Под кем-то ходили Под некой императрицей Какой-то род Есть какой-то Значимый род Выше Выше Романовы Выше царской семьи Выше императоров Кто-то на верхушке Некая императрица Императрица Это может быть не женщина Это может быть страна Страна Управляющая Всеми странами Скажем так В мире Еще нам императрица Говорит о масонах Сатанистах Иллюминатах Это шахматная доска Борьба черного и белого Всю жизнь нашу И здесь императрица Как укрывает Свой цветочек Укрывает Род Романовых Скажем так Романовы подчиняются Рыцарь Пентакли Это карта подчинения Карта подчинения И подношения К императрице Либо какой-то стране Либо мировому правительству Рыцарь Пентакли Это моральный инвалид Который не имеет права На свое собственное мнение И четверка кубков Нам это доказывает Четверка кубков Женщина Сбрасывающая кубок С балкона С своего собственного замка Вроде бы у нее все хорошо Вроде бы у нее все есть Но Она чем-то недовольна Недовольна в своей жизни Романовы были только От того Потому что подчинялись кому-то Подчинялись кому-то Кто-то им Давал такую маленькую Толику Власти Скажем так По шестерке Пентакли Поэтому Романовы Были не сами себе подчинены А подчинены кому-то И по звезде Мы конечно же видим Что подчистливой Звездой ходили Но это в кавычках И поэтому Заняли престол Именно поэтому Эмоциональная карта Еще тут С кубков рядом стоит Заняли престол Потому что Подчинялись кому-то Кто-то их поставил Ну мировое правительство Опять-таки Да Ссылка к Ротшильдам И так далее И не являлись Соответственно Русскими Но заняли Русский престол И Правили русским народом Да Действительно Их кто-то поставил На престол Можно сказать Что они Самозванцы Да Можно сказать Абсолютно точно Можно сказать Что они Обманщики Самозванцы Тем не менее Худо-бедно Правили Да Кто-то даже Правил неплохо Для России Там что-то Какие-то были Плюсы С их стороны Но минусов Тоже было Очень много Теперь Что касается Неудачного Правления Николая Второго Последнего императора Российской империи Характеристика Личности Николая Второго Хотела бы узнать Очень многие Меня спрашивали Что это за человек Такой Николай Второй Кому-то он Очень сильно нравится Замечательный император Говорят многие Не понимаю Почему Называют Замечательным Что в его правлении Замечательно То есть Мне просто интересно В комментариях Напишите мне Пожалуйста Как вам Николай Второй Его правление Мы не жили В те времена И мы не знаем На самом деле Как было На самом деле И все эти учебники Истории Я не думаю Что они написаны Правдиво Итак Николай Второй Характеристика Личности Этого человека Мы уже поняли Что он не был Славянином Простите Что он не был Русским И русского языка Ты практически Не знал Учил его И все из рода Романовых Скажем так Давайте посмотрим Каким человеком Он был Может быть Человеком Он был хорошим Николай Второй Каким человеком Ты был Характеристика Личности Твоя Скажи нам Пожалуйста Каким человеком Ты был Каким человеком Ты являлся Твоя характеристика Личности Николай Второй Каким человеком Ты был Подстраивался Очень подстраивался Очень человек Манипулируемый Манипулируемый Обществом Вот что ему сказали Тому он и верит Скажем так И плюс ко всему Притом при всем У него еще было На все свое мнение которую очень трудно было оспорить. Вроде человек подстраивается под других людей, вроде и слушает, что ему другие говорят, но всё равно имеет какую-то свою точку зрения, причём зачастую неправильную точку зрения, которую он отстаивает с таким жаром, с таким пылом. Но в основном человек очень мягкий, мягкохарактерный, троечка Пентакли. Это я люблю учиться, постоянно учусь-учусь, но недоучиваюсь как будто бы. Это вот как недавно я делала расклад на Гоголя, как пример взять. Мы ходим на разные курсы там, я не знаю, и недоучиваемся, бросаем на перепутье. Не хочу, хочу на другие курсы пойти. То же самое здесь я вижу. Постоянно подстраивается под кого-то, постоянно слушает чужое мнение, очень уязвим, и очень ему интересно чужое мнение о себе. Очень любила красиво одеваться всегда с иголочки, чтобы на меня посмотрели, какой я красивый. Но это не хорошо и не плохо. Все мы любим хорошо выглядеть, скажем так. Но человек такой мелкая сошка, скажем так. На него не вышел старший арканный характеристику личности. Если на характеристику личности не выходит старший аркан, человек очень добросердечный, мягкохарактерный, очень манипулируемый. Ему легко запудрить мозги, легко навешать лапши на уши. И тем более здесь тройка Пентакли. Я подстраиваюсь под людей. Как люди, так и я. Но свое мнение у меня, конечно, есть, но зачастую почему-то он выражал свое мнение. Вот именно неправильно он отстаивал. Ему говорили, ну нет, там, Николай, да? Ну вот так вот. Ну нет, я вот думаю вот так. Хотя это было абсолютно неправильно. Ну вот здесь вот об этом речь, да? Такой достаточно упрямый и горделивый человек. Именно свое мнение отстаивал какое-то свое, причем неправильное, как я уже сказала. Очень, очень, как я уже говорила, любил подстраиваться под общество и всегда хотел узнать, что о нем думают, что о нем говорят. Вот это ему было очень важно. Такая характеристика личности. Нехорошо, неплохо, все люди разные. Действительно ли Николай II сам отрекся от престола? По собственной ли воле? Давайте узнаем. Действительно ли Николай II сам отрекся от престола? По собственной ли воле он это сделал? Отрекался ли он вообще от престола или нет? Действительно ли Николай II сам отрекся от престола? Действительно ли Николай II по собственной воле Отрекся от престола? Нет, конечно Он был пешкой всего лишь, он был фигуркой Что ему сказали, как пожелали, так он и сделал Был какой-то джин, какой-то Повелитель над ним, да, кто-то Кто говорил ему, что делать Кто приказывал ему, какой пешкой на шахматной доске Скажем так, сходить, да И здесь мировая элита, она была наверху А он был внизу, под этой шахматной доской Вместо стола, да, вот берите выше Кто-то выше ему приказывал Что ему делать, какой ход ему Прямо сейчас совершить Десятка Пентаклей, это карта мировой элиты Именно колодец Девиан, да, это людей, которые Властвуют над другими людьми Которые ниже их по расе, по касте Скажем так И десятка, это переход во что-то новое Вот ему сказали перейти во что-то новое, не стоять на месте Девятка, деградация, стоя на месте Десятка, исполняемые приказы, да И здесь кто-то приказал ему Подписать, да, он Подписал, собственной рукой Но не по своей собственной воле Ему сказали, он сделал, я же говорю, он любил слушаться Он любил подчиняться, были ли у него Какие-то тараканы в голове, он имел какое-то Своё мнение иногда, но абсолютно неправильно Его отстаивал, но когда вот ему говорили Сделать что-то такое Что вредит его Судьбе, судьбе его семьи Судьбе Российской империи, он почему-то слушался И делал, да здесь, конечно, мировая элита И здесь те, кто выше, те, кто Приказывают, отдают приказы, отдают Пожелания, скажем так Он не по собственной воле это сделал Хотя, в принципе Подписал и подписал, да Ну, то есть он как бы особо Не конфликтовал с теми людьми Которые приказали ему это сделать Ему было абсолютно всё равно Можно сказать, да Так сказали, значит, так нужно, скажем так Действительно ли Николай II со своей семьёй Были помещены уральскими большевиками в Ипатьевский дом? Вот интересно Действительно ли Николай II со своей семьёй Были помещены уральскими большевиками в Ипатьевский дом? что в Екатеринбурге. Действительно ли Николай II со своей семьей бежали куда-то из горящего здания в новую жизнь. Из горящего здания это значит, что где-то уже были какие-то волнения, какая-то революция произошла, да, и здесь Николая хотели убить. Тут такое ощущение, что они сбегают, как сбегают, и нужно куда-то сбежать в Ипатьевский дом. Действительно ли его поместили вместе со своей семьей? Действительно ли он был в Ипатьевском доме? Действительно ли Николая II со своей семьей поместили в Ипатьевский дом? Действительно куда-то бежали, это правда. Куда-то бежали, летели. Королева кубков приняла какая-то. Я могу сказать, что поместить-то его поместили, но это был не Ипатийский дом. Это какая-то женщина их приняла у себя. Тут наврали. Официальная версия, она неправдивая. Вообще к Николаю II относились хорошо. Относилась хорошо верхушка, мировая элита, потому что он выполнил, исполнил, скажем так, все планы мировой элиты. Все планы мировой элиты по 20-му Старшему Аркану Страшный суд. Все планы, чтобы люди мучились, чтобы люди страдали. А во время Николая II было именно так. Хлеба даже не было. Люди действительно страдали. Все планы мировой элиты он исполнил и бежал, скажем так, со своей семьей. Вот он бежит со своей семьей. Вот его принимает какая-то королева кубков, его вместе со своей семьей, его вместе со своей семьей. Короля Жезлов. Король Жезлов это либо очень эмоциональный, яркий человек, либо человек огненного знака зодиака, либо человек добрый, мягкосердечный. Таким и был Николай II. В принципе, да, которого легко было обмануть. Вот он со своей семьей бежал, но поместили его какой-то женщине. Это не патевский дом, дорогие мои. Тут не вышла карта башня, тут не вышла карта дом бога, не вышла какая-то другая карта, которая обозначает не четверка Жезлов, не вышла карта, обозначающая дом. Здесь вышла королева кубков. Женщина с любовью их приняла у себя, потому что очень хорошо по шестерке Жезлов относились к Николаю II. Из-за чего? Из-за того, что он исполнил все пожелания мировой элиты и был таков. Все, русский народ, грубо говоря, монархию просрали. Извините меня за выражение, надеюсь, YouTube это пропустит. Ну, поэтому, собственно говоря, он и скрылся у какой-то женщины вместе со своей семьей. Ипатевский дом это неправда. А, соответственно, скорее всего, и расстрел неправда. Мы сейчас это посмотрим, конечно же, с вами. Потому что здесь попахивает теория заговора. Если нет, если в Ипатевский дом... Был вопрос, если да, если в Ипатевский дом их действительно поместили, там другие вопросы. Если нет, если действительно в Ипатевском доме они не находились, зачем придумали эту историю? Зачем придумали историю, что Николая Второго поместили в Ипатевский дом, там семью все расстреляли и так далее. Расстреляли или нет, я еще не узнала. Если нет, если в Ипатевском доме их не было, зачем придумали вообще это местонахождение, Ипатевский дом? Для чего? Для чего придумали, что Николая Второго со своей семьей поместили в Ипатевский дом? Для чего? Придумали, что Николая Второго, выдумка. Потому что не было у них такого, что говорили, что в Ипатевском доме над ним не издевались, не кормили, были какие-то прям тюремные условия. А здесь он вместе со своей семьей пришел к какой-то женщине, которая приняла их еще и с любовью, очень имя дорожила. И мировая элита тоже очень дорожила Николаем и его семьей. Так зачем это все придумали? Зачем придумали этот Ипатевский дом, где якобы находился Николай Второй со своей семьей? Для того, чтобы запутать людей, чтобы запутать общество, чтобы люди не понимали, где что, где черное, где белое, чтобы люди думали, что он действительно уехал туда. Обман, это обман. Обманули людей просто. Людей запутать нужно было на какой-то определенный срок, на время запутать, чтобы, возможно, Николаю вместе со своей семьей скрыться. Мечи – это карта быстрая, карта сокрытия какого-то. Близко всему, тут еще вышла пятерка мечей. Обмануть, сокрыть для того, чтобы скрыться побыстрее, для того, чтобы люди не понимали, где черное, где белое, где на самом деле находится император. Потому что на самом деле императора на тот момент ненавидели и хотели его свергнуть действительно. Хотели, чтобы он погиб, скорее всего, со своей семьей. Хорошо, следующий вопрос. Дневники, найденные у семьи Николая Второго, после их якобы смерти, где описывались издевательства над их семьей в Ипатьевском доме, это переписанные дневники. Ну, скорее всего, да? Дневники, найденные у семьи Николая Второго, после их смерти, где описывались издевательства над их семьей в Ипатьевском доме, это переписанные кем-то дневники. Все-таки зададим этот вопрос, да? Дневники, найденные у семьи Николая Второго, после их смерти, где описывались издевательства над их семьёй в Ипасевском доме, это переписанные кем-то, не кем. Ну, конечно, это новая история. Десятка – это переход в новую жизнь. Описаны какие-то издевательства, действительно описаны какие-то мучения, что их держали как в тюрьме. Обратите внимание, что человечек здесь прямо в углу находится. Его затянули, затащили в угол и просто мечами проткнули. Здесь действительно описывались какие-то издевательства, какие-то мучения. Тут что-то новое, десятка, переход в какую-то новую жизнь. Кто-то новый, не Николай, не его семья, кто-то новый переписывал эти дневники, переписанные по-новому дневники. Троечка Кубков говорит, что всё прекрасно было на самом деле с семьёй, что над ним никто не издевался, что они пили-гуляли, это я уж так, не буквально, пили-гуляли, что они ели вдоволь, пили, ели досыто, и находились, в принципе, в тех условиях, совершенно не спартанских, где их любили и приняли, где они спрятались. А дневники просто были кем-то переписаны. Это правда. Действительно ли царская семья была расстреляна? Действительно ли царская семья Николая Второго? Действительно ли? Я, может быть, разрушу сейчас какие-то ваши легенды, мифы, да? То, что вы думаете, что Николай Второй такой замечательный император и управленец, но вот я вижу, что всё совсем не так. Его специально поставили для того, чтобы монархия ослабела, да, и, соответственно, чтобы русский народ очень плохо себя чувствовал? Это нужно было для мировой элиты. Всё было уже продумано изначально. Действительно ли царская семья Николая Второго была расстреляна? Да нет, их увезли. За границу их увезли. В мир их увезли, спрятали. И короля кубков, и королеву жезлов, вот они, да они кого хочешь сами расстреляют, да? Тут королева жезлов говорит, да я кого хочешь сама тут побью, да? Побью, отвоюю, да и вообще мою семью не трогайте. Тут королева жезлов, тут женщина, как будто бы главная в доме. Тут Николай, он такой помягче, подобрее, такой под каблуком немножечко, да? Король кубков ещё говорит о человеке, не умеющем управлять. Управленцы, которые, ну, управленцем как таковым не являются, скажем так, да, и королеву жезлов, и короля кубков, соответственно, и всю их семью, скажем так, да? Их спрятали, карты мир, спрятали, увезли. Охраняют два зверя, охраняют две рыбки и охраняют змея Ураборос, потому что они нам ещё пригодятся, они нам ещё нужны, они выполнили все наши условия, все наши пожелания, никто никого не расстреливал. Здесь нет карты атаки, здесь нет карты мечей, ну, нет здесь этого, понимаете? Здесь ими дорожили, их любили, поэтому их и не в Ипатьевский дом поместили, да? А поместили, соответственно, туда, где их приняли с любовью и с добротой, скажем так, да? Нету такого. 21 старший Арканмир говорит, что всё закончилось для них миром, никакого расстрела не было, никого никто не убивал, ни детей, ни их. Причём я даже смотреть не буду, тут говорится о том, что семью, всю семью поместили куда-то за рубеж, ну, то есть не в России, соответственно, их оставили, да? Куда-то кому-то, где их охраняли. А для чего вообще придумали эту историю? Ну, для чего придумали? Для чего придумали историю с расстрелом царской семьи? Для чего придумали историю с расстрелом царской семьи? Не было расстрела. Карты мне этого не показывают. Тут говорится о том, что семья, сама кого хочешь там. на уши поднимет. Особенно женщина там в семье такая была. Ух, мама, не горюй. Императрицу я имею в виду, да? Супругу Николая. Для чего придумали эту историю с расстрелом царской семьи? С расстрелом семьи Николая? Для чего придумали эту историю? История работает на людей, которые любят сказки. Люди, которые любят сказки. История работает на людей, которые любят сказки. И вся история, не только эта, да, в нашей жизни, в нашем мире, мировая история, российская история, недоделана, недодумана, недосказана. Рыцарь Кубков – это человек, он даже не человек, он сказочное существо. Вся история – это практически сказка выдуманная, понимаете? Мифическое существо, выдуманное существо, в латов, в доспехах, несет кубок и не до конца может рассказать о своих чувствах, о своих эмоциях. Вся история – это сказка, выдуманная сказка, недосказанная, недоговоренная, недоделанная. И вся история работает против людей, потому что люди любят верить в сказки, люди любят верить в какую-то фантастику, во что-то выдуманное. Вернее, наоборот, люди не верят в эзотерику, в магию, допустим, да, очень многие люди не верят в это, хотя это и есть. Но людям проще поверить во что-то такое простое, понимаете, патриотическое. Люди же у нас патриоты в основном, да? И людям проще поверить вот в эту сказку, в правдоподобную сказку. Для чего это все придумано? Ну, для создания вот истории, для правдоподобной сказки, для патриотизма, скажем так, да? Тут еще, ну, тут вызвать бурю эмоций, да, бурю эмоций, опять-таки патриотизм, чтобы проснуться у людей, да, вызвать бурю эмоций, выкорчевывать и сухой земли чеснок, придумать то, чего не было на самом деле, да? Людей в дураках отдержать, манипулировать людьми, да? Манипулировать людьми очень просто, когда история создана, история создана победителями, да, как говорится, победитель у нас – это мировая элита. Очень легко манипулировать людьми, очень легко манипулировать людьми, когда они идут вот в этот ипатийский дом на место паломничества, да, потом создаются такое бравое лицо Николая Второго, скажем так, то, что сделали его святым, чуть ли не святым или святым, да, я в церкви не хожу, поэтому не знаю, скажите мне, пожалуйста, сделали его святым или не сделали, по-моему, сделали его святым, да, ходят в церкви, поклоняются ему, человек был жив и не расстрелян, и вообще, и вообще все это сделано для того, чтобы манипулировать людьми, да, манипулировать обществом, русским народом. Вся история создается именно для этого. Друзья мои, следующий вопрос. Найденные в 1991 году останки царской семьи, кому они тогда принадлежат, если не царской семье, мы уже понимаем, что царскую семью не убивали. Найденные в 1991 году останки царской семьи, кому они принадлежат. Найденные в 1991 году останки якобы царской семьи Николая II, кому они принадлежат в действительности. Тут как что-то сделали вручную, вручную что-то сделали, положили, отвезли, положили, отвезли в нужное место, положили, что-то новое сделали вручную. Тут как кости, как нечеловеческие, как будто тут как муляж, да, тут даже я не могу сказать, что это человеку кости. сделанное что-то вручную, слепленное вручную, подложенное в нужное время в нужном месте, да. Подложили как будто бы что-то, тут сухие палки, сухие ветки, а там кости, ну как муляж какой-то сделанный, ну и соответственно по экспертизе якобы сказали, что это царская семья, да, как у нас все это бывает. Посмотрите мой расклад на Влада Бахова, вы все узнаете, да, как это бывает обычно, когда подкладывают не то, что нужно. Кто-либо из потомков Романовых А нет, извините, другой вопрос. Если царская семья выжила, она выжила, участвовали ли они каким-либо образом в судьбе России когда-либо? Или они все отошли на задний план, они свое сделали, сделали и скрылись. Если царская семья Николая Второго выжила, она выжила, каким-либо образом они дальше участвовали в судьбе России? Участвовали ли после инсценировки расстрела участвовали после инсценировки расстрела царская семья каким-либо образом в судьбе России? Каким-либо образом в судьбе России участвовали ли семья Николая Второго после инсценировки расстрела? Да, вершили нечестное правосудие Что-то с воинами связано С войной что-то связано Эмоционально Какие-то эмоциональные события, связанные с воинами Участвовали они в судьбе России Все, что связано с воинами Какие-то эмоциональные такие Мероприятия, скажем так, масштабного характера Они в этом участвовали Нечестное правосудие, воины по королю мечей И тускубков эмоциональные какие-то события Что-то с войной связано Кто-либо из потомков Романовых Стал ли или станет ли когда-нибудь Президентом Российской Федерации А потомки Романовых Они есть в любом случае Почему? Потому что они выжили Кто-либо из потомков Романовых Стал ли уже или станет ли Президентом Российской Федерации Когда-нибудь Кто-либо из потомков Романовых Станет ли когда-нибудь Президентом России Да Да, Туз Пентакли Как скоро? Конечно, да Да, понимаете, вся власть В моих руках Я тебя отвоюю у всех небес, у всех земель Хочется сказать, как у Ирины Аллегровой Да, когда Стал ли или станет ли Ну, тут скорее станет Почему? Потому что Туз Пентакли Такая достаточно долгая карта, да Когда станет Когда в России случится что-то такое От чего Захочется бежать из России Понимаете? Не будут видеть Выхода люди Люди не будут видеть выхода Захочется бежать По жезлам, это скоро По жезлам, это скоро И здесь, ну, год может быть Да, год может быть Два года Тут не десятки лет Я хочу сказать, что самое интересное Тут не десятки лет Тут несколько лет Когда из России захочется бежать Когда захочется плакать Бежать, спрятаться И тут придет такой сердобольный Замечательный человек В кавычках Из роли Романовых Который спасет все человечество Хочется сказать Всю Российскую Федерацию И как добрый папочка Поведет их К хорошей жизни в Российской Федерации Тут король жезлов Даже вышел, как король жезлов Выходил на Николая Второго Интересно Ну, совсем скоро Кто-либо из потомков Романовых будет Президентом Российской Федерации? Да, будет Вот такие вопросы Можно сделать даже Второй расклад Потому что вопросов много Вопросы не заканчиваются Кстати, про Распутина Будет скоро расклад Относится он к династии Романовых Хотя не из их семьи Но относится по времени Я имею в виду Задавайте свои вопросы, пожалуйста Пишите в комментариях Что вы думаете о династии Романовых Напишите, пожалуйста Какие-то свои вопросы Для новых раскладов Если вы хотите Второй расклад, вторую часть Я вас очень люблю, друзья мои До новых встреч